Музейно-выставочный центр Кировского филиала акционерного общества Апатит не перестает удивлять и объединять жителей и гостей Кировска. Впервые в России на музейной площадке и первый раз в Мурманской области в Кировске прошла Ночь наук. Акция организована совместно с КНЦ РАН. В итоге вечер получился очень насыщенным и интересным. Я посмотрела опыты с газами, мы побывали на как делать слаймы и мы еще нарисовали на лице картинки. Все это Александра сделала на Ночь наук в музейно-выставочном центре. Желающих узнать и попробовать что-то новое было очень много. Иногда казалось, что гардероб не сможет вместить одежду всех посетителей. Мы сделаем космический слайм. Я сделаю зелёный и зелёный. Космический слайм. А какой у нас космос? У нас космос синий, зелёный, фиолетовый. И сегодня мы будем делать двухцветный слайм. Эти ребята делают слаймы. Вы спросите, при чём здесь наука? Дело в том, что состоит он из желеобразного материала, обладающего свойствами ньютоновской жидкости. В прошлом году мы в музейно-восточном центре проводили Ночь искусств. Но в этом году, в связи с открытием исследовательского центра геопрактик, мы решили сместить акценты на науку. И пришла к нам в голову такая идея организовать уже именно Ночь искусств, а Ночь наук. Тем более, что к нашему естественно-научному музею эта тематика всё-таки ближе. 29 событий на темы геологии, химии, физики и других наук, включая лекции, шоу, мастер-классы и практикумы. Здесь и дети, и взрослые могли найти для себя что-то интересное. Например, научный аквагрим. На лице Татьяны уже появляется формула серотонина – гормона радости. Так как у нас Ночь наук, следовательно, и аквагрим у нас тоже научный. То есть у нас разные формулы. Вот, например, у нас есть макет, это у нас атомное ядро, да, есть серотонин, дофамин, то есть такие химические формулы, как они выглядят, и мы их рисуем на лицах. Также разные атрибутики, которые пользуются именно учёные. А во время шоу-программы «Плюм-бум-шоу» жидким азотом поливали Семёна. Давай руку, и так, чтобы одежда не пострадала, вытягивай вперёд. Так, приготовлю молоток. Значит, обливаю руку азотом, она замерзает молотком, бью, как в терминаторе, помните? Рука отваливается. Но у него их две, поэтому ничего страшного. Так, приготовились, готов? Сейчас, обгадим, ну да, и так, поливаем руку и... Почему рука не отвалилась, как вы думаете? После чего готовили научный домашний лимонад, тоже с жидким азотом. Мы берём с вами немножечко жидкости, и в данном случае это H2O, H2O, это что такое? Да, это химическая формула воды. Добавляем в холму бунзина H2O. Берём немножечко кефирточка, мы создаём с вами научный горячий лимонад, но на самом деле он будет холодным. Удивительный факт. Да? Теперь мы с вами берём краситель, лимонад должен быть красивым, да, разноцветным. Это пищевой краситель, конечно же, да, мы используем только пищевые. Сбалтываем синий лимонад, круто, да? Как же его пить? А пить его надо следующим образом. Мы берём жидкий азот, добавляем в холму бунзина, и, внимание, азотный лимонад. А можно попить? Давайте попробуем. От желающих попробовать лимонад с жидким азотом не было отбоя. На самом деле вкуса у него нет, потому что азот не имеет ни вкуса, ни цвета. И единственное, что даёт лимонад – чувство свежести. Как только профессор ДНК покинул зал, территорию заняли роботы. Их создали воспитанники учебного объединения робототехника Кировского центра детского творчества «Хибины». Это же мега-хлот, сделан из деталей, мега-техник тут немного, и основное всё напечатано на 3D-принтере. Всё печаталось более 60 часов. Два винта Архимеда, они крутятся и приводят в движение. Да, но используется можно только по бездорожью. На твёрдой поверхности он будет просто прокатываться. Пришли мы на робототехнику посмотреть. Ну, в принципе, им понравилось, что все детали сделаны и на 3D-принтере. И запомнилось, что они хорошо были сделаны. К участию в мероприятии пригласили Кольский научный центр Российской академии наук. Несколько лекций, которые были в меню, так сказать, научным, нам понравились, и мы решили их посетить. Одна из них – скрытая красота минералов Григория Ильина. Гости внимательно слушали лектора, задавали много вопросов. А это реаголька распиленная пополам. То есть как раз здесь скрытая. То есть вот так она выглядела на поверхности. То есть совершенно невзрачный камень, который выкинуть и не дал. А внутри распиленная, она вот такую структуру открывает. Куда применяется-то? Вот здесь вот, например, очень-очень ярко светится. Спасибо, как светится красиво. Это, да, декоративный поделочный коллекционный камень. Синь! Огромный интерес вызвала лекция Василия Кольки о ледниках, землетрясениях и наступанию-отступанию берега моря. К Эдуарду Карпарьяну слушателей пришло меньше. Но и тема выступления сложная. Геомеханика – основа безопасности горной технологии. Основная тема сегодняшнего мероприятия – это науки о земле. Поэтому, безусловно, сегодня здесь свои мастер-классы и лекции прочтут ученые геологического института, проведут практические занятия в Центре нано-материаловедения. И, безусловно, об истории возникновения хибинских гор расскажут ученые сборного института. И, безусловно, такое уникальное природное явление, как «Северные сияния», тоже не останется неохваченным. И на эту тему тоже пройдут лекции и продемонстрируют фильм. Обновленная экспозиция музея тоже пользовалась популярностью. В октябре здесь открыли исследовательский центр «Геопрактик» со множеством интерактивных зон. Все новые инсталляции сочетают несколько технологий. Например, сенсорные или проекционные, механика, звук. Этот год для акционерного общества «Апатит» и кировского филиала акционерного общества «Апатит» юбилейный. И, соответственно, в этом году достаточно много мероприятий. Мы для наших горожан, кировчан, апатичан достаточно много приготовили. И сегодня, я бы сказал, сегодня грандиозное событие для того, чтобы наш музейно-выставочный центр превратился из культурно-досугового, такого музейного направления, превратился в научную лабораторию. Интерактивные практические занятия, в оснащенной самым современным оборудованием лаборатории. Здесь не только ребенок, но и любой взрослый выпадает из реальности и с азартом принимается за исследования. Например, эти ребята попали на палеонтологические раскопки. «В чем будет заключаться ваша роли и задача? Вы находите образцы, у вас есть кисточки, вам нужно будет очистить образец от лишнего песка. И каждый с образцом садится за стол. Кому нужно будет помыть с полоснадерога, у нас здесь есть разница». На практическом занятии по минералам Кольского полуострова ребята узнали, что такое минералы, как их определять, где они применяются. И как настоящие ученые рассмотрели минералы Кольского полуострова с помощью микроскопа. «Это минерал, который вы никогда не найдете в горах на поверхности. Он встречается только в руднике, в подземных выработках, потому что на поверхности он легко растворяется и оставляет такие дыры». Мастер-классы, ток-шоу, киновикторина. Уже сейчас можно сказать, что акция удалась. В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие музейно-выставочный центр Кировского филиала Акционерного общества «Апатит» стал самым посещаемым центром науки и культуры в Кировске. За пять часов на ночь наук пришли около тысячи горожан и гостей города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова